девочка моя подписчица а также организатор конкурса прислали мне приглашение принять участие в одном конкурсе есть на ю тубе вот такой рукодельный канал багетная мастерская сеть бел багет мастер я давненько подписан на этот канал с удовольствием смотрю как оформляют чужие разные вышивки в картины в шкатулке встречи с вышивальщицами тоже очень безумно нравится подобные видеоролики ну и все что касается конечно вышивки это всегда интересно они сняли видеоролик кто лучший вышивальный блогер и пригласили принять всех желающих видеоблогеров принять участие в данном розыгрыше вернее в конкурсе девочки где будут разыгрываться сертификаты на оформление своих вышивок дорогие девочки и мальчики зрители подписчики моего канала прошу меня поддержать если конечно я вам нравлюсь как личность как блогер на ю тубе если вам нравится мое творчество мои видео которые надеюсь вас вдохновляет и заряжает позитивом надеюсь вы не постесняетесь проголосовать за меня и отдать свое сердце мне очень нужна и важна ваша поддержка заранее всем благодарна за каждый ваш голос а проголосовать можно сразу по ссылочке которую я оставлю под видео в инфобоксе голосование 2020 по условию конкурса с одного аккаунта можно проголосовать только один раз и голосование будет проходить с 11 февраля по 16 февраля включительно только до 12 часов дня всем привет добро пожаловать на мой канал с вами алла белочка сегодня у нас 1 февраля и я начинаю снимать свою новую вышивальную недельку сегодня я хочу подготовиться к новому проекту под названием зима краса это авторский набор который я приобретала у галины томиной вот как все это выглядит новинка 2019 года вот такая красавица собакой собака лайка размер готовой работы получится 40 на 56 сантиметров 250 на 353 стежка а вышивать я собираюсь на 16 канве которая входит в этот наборчик вышивать я буду малиная пнк имени кирова и вот так выглядит ниточки средняя нарезка я уже не раз вам показывала как там быстро еще раз покажу вот такие цвета органайзеры так далее хочу вам показать screen то что в итоге получится вот в увеличенном варианте вот такая девушка в лесу смотрите на еловых веточках снегири здесь у нас сидят рядом верный друг собака лайка так и здесь у нас 25 листов план страниц схемы ключик который расположен на двух листах вышивка полным крестом два сложения есть много блендов и частично я вам показываю цитосимольную схемку вот как все это выглядит так ну и моя канва 16 альда необходимо подготовить к этому процессу разгладить все это погладить большой отрезок вот как все выглядит так весь иголочка конечно входит сразу золотистую стружку ну что ж я буду подготавливаться к этому проекту поглажу сделаю небольшую разметку так как я планирую вышивать скорее всего снизу вверх до буду я вышивать и 21 лист вот с левого нижнего угла планировалось серединке но скорее всего начну вышивать именно с этого места и так пошла подготавливаться а через мгновение вам покажу как у меня все получается и вот так выглядит моя минимальная организация данного проекта я просто очень сильно тороплюсь сделать свои наконец-то самое первое крестики здесь поэтому не стала сильно заморачиваться прогладила сначала кому затем нашла центр и с помощью маркера прим я сделала небольшую разметку так опустилась вниз пошла в левую сторону и расчертила несколько буквально квадратов по ходу вышивки конечно я все это будут продолжать чертить так как с помощью этой разметки мне легче ориентироваться и вышивать здесь есть небольшое расстояние между планками вот и я пока не знаю буду применять здесь боковую натяжку нет посмотрим но она сегодня пока хватит подобной организации я хочу уже вышивать канва как видите на диванном станочке вот такой станок ну и наверное я вам забыла сказать что здесь всего 50 цветов мульне пнк имени кирова напоминаю размер 40 на 56 сантиметров вот такая красивая девушка которая олицетворяет зимушку зиму зима краса от галины томины ну что ж наконец-то сегодня 1 февраля у нас уже вечер я приступаю к вышивке этой замечательной новинки и вот она моя небольшое начало мои самые первые крестики 1 февраля я конечно поздновато взялась за подготовку да и вообще за саму вышивку подготовилась к процессу и сделала где-то крестика в 100 от сила пошла отдыхать спать все отложила на следующий день ну а потом я как видите вышла уже больше не знаю сколько именно точно по крестикам примерно прикинула наверно будет чуть больше тысячи где-то так на данный момент вышивается темно-синий фон и вот такие светло-голубые пятна виде заснеженных веточек давайте сразу посмотрим на превью набора будет лучше видно вот он левый нижний угол и темно-синяя шубка нашей девушки плюс веточки вот и цветосимольная схемка которой я кстати привыкаю здесь все таки есть небольшая мешанинка и нужно в это дело все вникнуть да хорошо выражены значки например голубого цвета черные сердечки зеленые желтые все отличается а есть например вот черно-белая печать вот такие квадратики с рисунком ашка вот такой значок и другие они между собой на мой взгляд сливаются мне нужно вот сидеть и рассматривать где какой значок жалко что нет к этой схемке к этому набору перенабора вот только бумажная печать бумажной схемки ну если бы конечно было в кростич сага эта схема электронная схемка я думаю я могла бы и больше вышить но нужно попривыкнуть к этой схемке лист под номером 21 небольшое начало вот как все это выглядит и я вообще планирую конечно растянуть в данный проект так как есть у меня немало начатых процессов которые нужно дальше продолжать вышивать и завершать естественно так как летом у меня будет видео отчет по всем своим начатым процессом и очень надеюсь количеством начатых процессов сократить а это у меня будет долго играющий такой проект скорее всего я на данный момент на сегодняшний день планирую хотя бы по листу в месяц может ближе к зиме осенью я уже активно как-то возьмусь ну чередовать с другими проектами я хочу именно вышивать по листу по одному листу в месяц здесь если прикинуть и посчитать по квадратам так раз два три 4 5 2 3 4 5 6 7 так внутри 500 даже больше надеюсь как-то продвигать и потихоньку вышивать самое главное я начала данный проект забрасывать не собираюсь мне очень нравится этот сюжет и с удовольствием буду потихоньку понемножку чередуя с другими процессами вышивать вот такая зимушка зима зима-зима краса от галины томины ой какие лапоньки это таксо да амикис твои какие хорошенькие серьги разноцветная нарядные все таки красавцы здорово удачи вам до свидания сегодня у нас вторник 4 февраля уже я думала что буду кое-что другое вышивать но так как не важно себя чувствую решила взять небольшой начатый очередной процесс мой долга строй от жара птицы ангел-хранитель вышивка смешанной техники на пластиковой конве вышивка крестиком и бисером размер готовой работы получится 17 на 13 сантиметров всего здесь 20 цветов мулине плюс бисер напоминаю что у меня вышли первая лицевая часть но необходимо еще частично доделать бэкстич и пришить сам бисер на крылышках и на нимбе но этим я чуть позже займусь после того как наконец-то вышью задник вторую часть так напоминаю что здесь у нас черно-белая схема вот так все это выглядит пыталась разделять то что я вышивала и что предстоит еще вышить розовым маркером но скорее всего буду заштриховать и выделю сейчас что у меня выше там сразу показу на каком этапе я остановилась вот такое небольшое начало второй части это вышивалась у меня рубашка англо-хранителя белыми серыми нитками желтыми и красными ну естественно сегодня я продолжу этот проект потихоньку понемножку надо продолжать и заканчивать ну что ж не будет терять время сейчас у нас вечер и я берусь за этот проект буду вышивать ну а дальше вам покажу свои продвижения сегодня у нас уже 5 февраля поздний вечер у меня продолжается постельный режим с вышивкой и я хотела бы вам показать свои небольшие продвижение по этому ангелу небольшая слабость плохое самочувствие но одно на данный момент только радует что наконец-то я продолжила вышивать свой долгострой и здесь прекрасно видно то что я вышила все отшитые крестики я зачеркивала как видите голубым фломастером так крылышко вышилась у меня вот здесь вот здесь по вышивала и в самом низу заполнила пустые клеточки вышивала я вчера этого ангелочка и сегодня продвижение больше но они все-таки есть вот как выглядит мой ангел на данный момент вернее его часть у ангела выросла правая крылышко а вот эти пустые клеточки специально оставлены для того чтобы здесь пришелся бисер по схемке с бисером будет все это красиво интересно смотреться вышивала я желтыми светло-желтыми нитками голубыми синими серыми красным немножко повышевала и вот таким коричневым вот такие продвижения буду потихоньку потом вышивать уже на следующей неделе скорее всего но я рада если я не буду забрасывать этот проект я его в скором будущем закончу может даже и в этом месте надеюсь вот еще раз показываю ангел-хранитель от жароптицы первая часть у меня вышла осталось только вторую все-таки вышивали на недельки нас стимулируют хоть что-то вышивать и дело такие небольшие заставки включения мини отчётики вот стимулируют больше вышивать несмотря на простуду вот эти маленькие проекты выручают ну а завтра я хочу повышевать кое-что другое сегодня у нас уже 6 февраля четверг и как видите я собираюсь повышевать икону от фирмы аланта картины бисером икона божией матери умиления вот на таком этапе я сейчас остановилась мне напомнили что необходимо дошить букву у обязательно я это сделаю скорее всего я буду дальше вышивать рубкой и хотелось бы продолжить вышивать вот эти узоры с левой стороны сначала буду бисером вышивать а потом с помощью мононити закреплять вот такие разные камушки и бусины так хотела вам еще показать такой момент если следовать строго инструкции и пришивать рубку только по линиям есть небольшие пропуски которые мне не особо нравится вот например в этом месте есть пропуски вот здесь здесь так где еще хотела показать вот здесь так и напрашивается пару бусин пришить вернее рубки самой ну и вот здесь есть пропуски здесь как бы не указана линия а хотелось бы от себя добавить вот это я хочу исправить конечно и пришивать всю остальную рубку а также пайетки и бусины с бисером ну чтож через мгновение вам покажу свои продвижения как все получается сегодня у нас уже суббота 8 февраля и я к вам с небольшим отчетиком с продвижениями по иконе буквально немного повышевала хочу показать как все красиво получается вышивала и с левой стороны вот эти узоры дошла до половины даже больше девочки сначала я пришла бисер ну а затем дважды закрепляла каждую бусину вернее камни вот такие голубые красиво там не разной формы все блестит сверкает сейчас конечно освещение немного не то но надеюсь камера передаст весь блеск нужно вспышка подсветкой чтобы все это красиво смотрелось так я повышевал еще как видите рубкой и кстати решила зашить все участки где на мой взгляд некрасиво все смотрелось и смотрю что можно было бы еще здесь тоже пришить все таки если следовать строго по инструкции и пришивать все по разноцветным линиям есть большие пробелы местами вот например в этом месте до пришивала вот такую рубку сиреневого цвета фиолетовый скорее всего да и вот еще одна полосочка осталось смотрите какой пробел ну что это я конечно не оставлю буду уже здесь наращивать дополнительные ряды и стала я рубку уже пришивать в прикреп ранее вышивала швом назад иголкой а космы посмотрите как красиво когда я стала использовать другую технику все рядышком стала пришивать все это красиво интересно смотрится и все-таки нужно носить свои дополнения что-то здесь переиграть чтобы все устраивало так в этом месте повышевала вот здесь вот этот кусок здесь и вот поедки тоже повышевала кстати сняла небольшое видео такой маленький мастер-класс как пришивается поедки коротенькое видео на минут десять там подробно я рассказала и показала вместе с вами повышевала и на своем примере показала как пришивается поедки видео было по запросу вот далее буду пришивать рубку в прикреп так и быстрее и красивее получается мне нравится я вижу результат и и и и и и и и